Привет, друзья! Итак, на прошлом занятии мы рассмотрели ключевые внутренние факторы ранжирования. Сегодня поговорим еще про две категории – поведенческие и внешние факторы ранжирования в поисковых системах. Сразу скажу, что первые из них, поведенческие, они довольно плотно связаны с тем, о чем мы говорили на прошлом занятии. То есть какие-то методы могут где-то пересекаться, совпадать нет, но пересекаться. Поэтому это здорово, то есть это все единый цельный процесс. Вы оздоравливаете свой сайт, внутреннее поле, внешнее поле, вы делаете так, что людям удобно, и в ответ получаете определенные позиции. Начнем с поведенческих факторов ранжирования. Что это такое? А это, собственно, как раз отслеживание того, насколько людям удобно. Вот, собственно, этот формат появился позже, чем все остальное. Внутренние были всегда, внешние тоже много лет. Поведенческие появились в 10-11 годах. И сразу же перевернулись ног на голову. Потому что до этого было больше возможностей для манипулирования. То есть почему я не просто так это объясняю, это действительно важно. Раньше мы полагались, ну точнее поисковики полагались на соблюдение формальных правил. Ну то есть что вот есть вот эти упоминания и так далее. А насколько это удобно или неудобно пользователям, ну они догадывались как-то там по своим алгоритмам. После поведенческих они смогли просто напрямую смотреть, как человек взаимодействует с этим сайтом. Удобно ему или нет. Уходит он или нет. И на основе этого, собственно, и делать выводы о том, насколько сайт удобен. И насколько прилично, ну я шучу, конечно, но насколько прилично его показывать в ответ на конкретный запрос. Вот, собственно, что собой представляют поведенческие факторы. Это анализ поисковиками поведения пользователей при взаимодействии с вами. Анализ этот идет в двух плоскостях. В рамках первого на самом поисковике, второе на сайте, ну на нашем сайте. То есть в рамках первого поисковик смотрит, вот кто-то ввел, кто-то ввел запрос, там, не знаю, купить комиксы в Москве. Значит, мы, Яндекс, давайте возьмем, Яндекс показал 10 результатов поиска. Пользователь перешел, ну два варианта. Первое, мы показали, точнее поисковик показал 100 пользователям, вот эти 10 результатов поиска. И, скажем, наш сайт был на третьем месте, и ни один из 100 людей не зашел туда. Яндексу становится очевидно, что, видимо, у нас вообще какой-то очень, что он показывает что-то не то. Видимо, наш сайт как-то не совпадает на самом деле с этой тематикой, почему-то люди его избегают. И на всякий случай он, ну, не на всякий случай, понятно, но больше он его показывать не будет. Ну, на высоких позициях. То есть он начнет снижать, менять, пробовать под другим запросом показывать. Ну, то есть будет, мы там не останемся. Вот, другая ситуация, что, например, пользователь перешел на наш сайт, но через 20 секунд этот же пользователь снова был в результатах поиска, стал переходить дальше. То есть и так повторяется постоянно. Это говорит о том, что у нас, скорее всего, пустой какой-то неинтересный сайт, из которого непонятно, например, как купить и так далее. То есть это так называемый отказ пользователей, которые перешли и сразу ушли обратно. Да, это называется отказом. Если так происходит постоянно, то, опять-таки, для поисковика это показатель, что человеку неинтересно. Вот, это первый блок. То есть то, что поисковик может увидеть, опять-таки, в рамках самого поиска. Второй блок, после того, как человек перешел к нам на сайт из результатов поиска, значит, что он делал на сайте. Здесь учитывается очень много всего. Сколько времени он провел. Как много страниц он посмотрел. Совершил ли он целевое действие. Помните, в прошлый раз я говорил, установите Яндекс.Метрику Google Analytics и выставите целевые действия. Например, регистрация, заявка и тому подобное. В итоге Яндекс и Гугл будут знать, совершают они целевые для нас действия или нет. Четвертое, это четвертый фактор. Например, возвращается ли этот пользователь. То есть, если пользователь приходит, уходит, а потом сам уже без всяких поисковиков возвращается на сайт, Яндекс и Гугл понимают, что они вообще, ну, то есть, пользователь вообще стал лояльным. И, ну, то есть, значит, они очень удачно показали. Не просто он закрыл свою потребность, а он нашел то, что искал, раз он постоянно тратит время, заходит на этот сайт. Вот, вот таким, вот это вот и есть поведенческие факторы. Давайте разберем, ну, я их объединил в несколько блоков. Давайте разберем эти блоки и разберем, как мы можем, собственно, с этими блоками работать. Первый блок это CTR сайтов выдачи. То есть, речь вот о том, о чем я говорил, что какой процент людей кликает по, ну, то есть, вот, по 10 вариантов, 10 результатов поиска, какой процент людей кликает по нашему варианту. То есть, чем больше, чем, чем больше этот показатель, тем лучше. Вот, собственно, играет несколько, ну, на самом деле, главную роль, естественно, играет релевантность, что мы показываем в ответ на детская модульная мебель, показываем результат детскую модульную мебель. Ну, это ключевое. Я даже здесь не стал описать, но это, понятно, ключевое. Но, также, что имеет здесь значение? Первое, это заголовок. Вот, помните, на прошлом занятии я показывал, действительно, такие любопытные заголовки, вот, связанные с детской мебелью. Да, не просто там показывается, что пало, а вот показывается детская мебель от 233 рублей. То есть, это продающий заголовок. Вот, вроде бы, это служебный элемент и тому подобное, но это продающий заголовок. Можно быть уверенным, что кликабельность здесь будет больше. Вот, поэтому анализируйте заголовки, какие заголовки у других, у конкурентов, и, ну, делайте свой заголовок продающим. Вот мы будем подробно об этом говорить в блоке по копирайтингу, который сразу после SEO. Вот, и я рекомендую делать продающими даже эти, даже эти заголовки. Дальше, второй элемент, это так называемый сниппет. Напомню, сниппет это вот текст, который идет дальше. Он берется либо из description, либо со страницы. Вот, опять-таки, ну, понятно, чем он информативнее, чем он больше соответствует запросу, тем больше, тем, ну, как бы, больше будет CTR. То есть, еще раз, CTR это кликабельность. То есть, из 100 человек какой процент кликнул по нашему, ну, не объявлению, а по нашему результату поиска. Третье, быстрые ссылки. Вы наверняка это видели, когда, скажем, в результатах поиска есть заголовок сайта, есть сниппет, а внизу еще есть описание, описание там разделов, да, скажем. Что там может быть, каталог, там, детская мебель, детская корпусная мебель и тому подобное, да. То есть, еще небольшие блоки. Это тоже увеличивает, увеличивает, как бы, эффективность. И контакты организации. То есть, если указаны контакты, то, ну, опять-таки, то пользователь часто, ну, их копирует, их берет. Это тоже считается, ну, то есть, это тоже усиливает CTR. То есть, если пользователь взаимодействует, даже не переходя, то есть, берет какую-то информацию, это тоже важно для, вот, CTR. То есть, первый блок поведенческих факторов, он закрывается таким образом. Второе, уменьшение отказов. То есть, это то, опять-таки, о чем я говорю, что человек перешел, посмотрел, нет, не то, вернулся опять в результаты поиска. Ну, или вообще, кстати, мог закрыть, если стоит Яндекс и Гугл, то Яндекс и Гугл об этом узнают, что он ушел быстро. Кстати, у вас может возникнуть идея, тогда, может, не ставить эти Яндекс и Гугл, раз они такие стукачи, но они стукачи двусторонние. А если он задержался там надолго, они тоже об этом расскажут. И это сработает в плюс. Значит, что здесь важно? Первое, релевантное посадочное. Это, опять-таки, ключевое, как и в прошлый раз, что вот в таблице релевантности мы правильно подобрали, что человек по запросу «стиральная машина» попал на раздел «стиральные машины», а не на главную или не на стиральную машину Bosch X25, да? То есть, в этом случае он попал туда, куда нужно. И меньшее вероятность, что он развернется, уйдет. Дальше, проверка набитые ссылки. То есть, важно проверять, нет ли у вас, ну, знаете, где-то могли поменяться адреса и тому подобное. В общем, проверять, опять-таки, это можно в том числе даже через Яндекс.Вебмастер, через другие сервисы, нет ли у вас неработающих ссылок, переходя по которым пользователь никуда не попадет. Ну, такое часто, кстати, в контексте бывает, когда кликаешь по объявлению, переходишь, за это компания заплатила, там, скажем, 15 рублей, а сайт не работает. И так, может быть, тысяча человек где-нибудь переходит. Вот, ну, это важно проверять, потому что, ну, это будет восприниматься тоже как отказ. Быстрая загрузка страницы. Вот то, о чем мы говорили во внутренних факторах. То есть, как я и говорил, многое здесь взаимосвязано. Если страница загружается дольше трех секунд, очень много людей разворачивается, уходит. Если больше 10 секунд, то это вообще очень мало людей дожидается, как бы. Большая часть в этом случае уходит. И онлайн-помощник. Вот это очень хорошая тоже механика, когда пользователь переходит на сайт, ну, и все вы знаете, да, там, сбоку появляется помощник, возможно, у вас есть вопросы. Это, ну, кого-то это может раздражать, но на самом деле это очень удерживающий формат. То есть, человек мог попасть даже не туда, куда он хотел, но вот ему не хочется забивать голову, он может написать прям там, нужна стиральная машинка, что можете предложить, да, там, в такой-то бюджет. Вот, и уже завязывается разговор, а разговор это самое удерживающее, что может быть. Вот, это влияет на уменьшение отказа. Далее, повышение, ну, здесь такой двойной глубины просмотров, дробь времени, которое проводит человек на сайте. Это важно, то есть, если человек смотрит несколько страниц, проводит там, скажем, больше, не знаю, минуты на сайте в среднем, то это говорит, опять-таки, поисковику, что сайт подобран очень удачно. И, ну, собственно, это будет влиять на позиции. Как это сделать? Как сделать так, чтобы человек больше у нас залипал, да, что называется? Ну, первое, подсказки, баннеры, акценты. То есть, например, ну, все вы знаете, да, акцент это, когда ты заходишь на сайт и видишь какую-нибудь, ну, вот, например, в данном случае мебельный магазин, вот это акцент. Да, то есть, в данном случае, может быть, хит-продаж, то, на что хочется обратить внимание, и мы показываем сразу, сразу вот этот акцент. Он динамический, то есть, ну, здесь два иногда бывает и больше, пять, то есть, он листается, вдруг кому-то что-то другое нужно, да, мы предлагаем разные варианты. Потом, вот, например, ну, вот подсказка, за бесценок и выделено, да, и еще, ну, я так понимаю, это еще оформлено, вот, черно-желтое сочетание, это очень типичное для Черной Пятницы, да, сочетание, ну, может быть, совпадение, но я думаю, что это оформлено именно в сочетании с этим. То есть, это еще одна, еще один такой акцент, на что обратить внимание. То есть, человек зашел за одним, потом, кстати, тут мебель у них за бесценок, надо посмотреть, что это такое, что еще есть. Ну, и подсказки в формате, знаете, люди, которые смотрели этот продукт, также смотрят или рекомендуем, с этим товаром часто покупают и так далее. То есть, вот это еще один формат, который позволяет человека больше удерживать на сайте. Ну, на самом деле, понятно, что ключевое, все-таки, чтобы он покупал, да, мы не для позиции в поиске это все делаем, но это одно из следствий тоже, что повышается позиции в поиске. Перелинковка второе. То есть, вот у этой перелинковки, когда мы говорили, да, что, ну, не знаю, вы пишете про продвижение в Инстаграм и говорите, что, ну, вот, давайте СММ возьмем, да, например, статья про продвижение в Инстаграм, и вы говорите о том, что здесь это работает практически так же, как и в случае с продвижением на YouTube. И продвижение на YouTube – ссылка на страницу продвижения на YouTube. Помимо вот поисковика, это еще и человек, человек, о, кстати, я про YouTube тоже давно хотел, перешел дальше, да, то есть, перелинковка, она еще увеличивает глубину просмотров и все остальное. Полезные инструменты, то есть, когда мы показываем пользователю, то есть, даем конкретный инструмент, там, на банковском, банковском, не знаю, на сайте банка, калькулятор ипотеки, значит, не знаю, на сайте установщика, сайте пластиковых окон, расчет стоимости и так далее. То есть, это все тоже такие залипательные форматы. Человек долго находится, смотрит и так далее. Ну, помимо прочего, естественно, это все еще, самое важное, это все конвертирует, да, то есть, в конце калькулятора ипотеки, скорее всего, попросят номер телефона, чтобы получить результат и согласиться на обработку персональных данных, ну, и тому подобное. Но мы, кроме того, повышаем, удерживаем время на сайте. Видео. То есть, скажем, ну, например, в разделе, ну, в разных, ну, давайте возьмем там раздел, сайт IT-компаний, да, и в разделе про системную интеграцию, скажем, подборка видео, где рассказывается, что такое, там, не знаю, система управления проектами, для чего она нужна, есть видеоотзывы, есть, не знаю, там, видеообращение руководителя и так далее. Видеоконтент удерживает пользователя. То есть, ну, среднее время просмотра видео, оно выше, чем среднее время чтения текста. Поэтому время увеличивается, значит, мы растем. И, пятое, нужно анализировать поведение посетителей с точки зрения, ну, то есть, для этого и Яндекс.Метрик, и Google Analytics, и еще такие проекты, как WebVisor, например, об этом мы в конце будем курса говорить, они позволяют вам отслеживать сильные и слабые страницы с точки зрения притока-оттока посетителей. То есть, например, вы можете посмотреть, что вот есть страница, с которой человек всегда уходит, ну, много людей уходит. Это о чем говорит? Что у нее может быть неправильная структура, может быть слишком длинный текст, может быть, ну, то есть, человек переходит каталог, он хочет каталог, а переходит каталог, а там какой-то длинный текст, где-нибудь внизу ссылка «Перейти в каталог». С таких страниц точно люди уходят, например. Ну, и так далее, да. То есть, есть типичные страницы оттока, и наоборот, есть страницы, где очень много человек времени просматривает. То есть, вы можете отсортировать, увидеть, что вот на этой странице человек проводит очень много времени. Вот. Соответственно, нужно анализировать, удалять или заменять, ну, удалять нет, модифицировать страницы, которые являются оттоковыми, и наоборот, учиться у тех страниц, которые долго пользователя удерживают. Окей, дальше. Последнее повторное возвращение. Как сделать, чтобы человек постоянно возвращался? Ну, первый регулярно обновляемый контент. То есть, например, если у вас сильный статейный раздел, вообще рекомендую даже для коммерческих сайтов, раздел со статьями, много задач и для SEO, и для оптимизации под информационные запросы, и для повышения лояльности, и для повышения понимания. И что важно, это очень хорошая точка регулярно обновляемый контент. Когда у вас много статей, человек типично там может добавить закладки, ну, или там через какие-нибудь специальные сервисы может поделиться, и человек будет возвращаться. Второе, это рассылка. То есть, если у вас есть e-mail рассылка или рассылка через социальные сети, директ-мейл, в общем, мы об этом будем говорить. Если человек подписывается, то тоже часто возвращается. Почему? Потому что в рассылке мы часто даем ссылку на наши какие-то статьи, продукты и так далее. То есть, человек вернется. И для поисковика это будет не зря, я посоветовал. Видишь, он вернулся. Системы лояльности. То есть, ну, такая отдельная тема, мы будем ее касаться. То есть, если у вас есть какие-то системы лояльности в формате, если человек проводит активность на сайте, есть какие-то конкурсы, есть какая-то геймификация, там, за репосты, может быть, какие-то скидки человек получает и тому подобное, то это тоже хороший способ вернуть пользователя. Вот. Вот это основа работы с поведенческими факторами. Прежде чем сейчас поговорим о внешних факторах, я хочу сказать, что с поведенческими факторами, ну, абсолютно предсказуемое направление мысли. То есть, вот вы узнали о том, что, оказывается, если человек много времени проводит на сайте, ну, и там, кликает активно, то есть, по результатам поиска, то, и возвращается, то у вас растут позиции. Первое, что приходит в голову, а что если эмулировать? Что если сделать, там, не знаю, бот-сеть, которая будет делать вид, что она переходит, что пользователи там переходят якобы, что пользователи долго сидят, смотрят по сто страниц и возвращаются вот трижды в день потом. Ну, я утрирую, ну, более правдоподобно, да, пусть будет. Разумеется, тогда же в 2011 году эта накрутка и появилась. Сейчас она практически несостоятельна. То есть, сейчас у... То есть, для этого используются как боты, так и биржи, где живые люди что-то такое делают. Но сейчас поисковые системы очень хорошо ее распознают. Понятно, что, ну, какой-то процент могут не распознать, но в целом, в целом это официально то, о чем говорят, говорит, например, Яндекс, что они отслеживают и всячески наказывают сайты, которые используют. То есть, использование вот этой накрутки, ее, ну, множество есть, бирж подобного рода и так далее. Использование этой накрутки чревато тем, что вы вообще пропадете из результатов поиска. Что вы не будете показываться практически ни по одному ключевому запросу. Вот, чего, конечно, не хотелось бы. Ну, или сильно упадут. Есть разные фильтры, есть разные форматы банок. На самом деле, это было предсказуемо, что они смогут эффективно распознать, потому что в свое время Яндекс и Гугл очень много приложили сил к тому, чтобы бороться со скликиванием объявлений. Что это такое? Это похожая штука. Идет контекстная реклама. Например, у вашего конкурента идет контекстная реклама. С оплатой по кликам вы заряжаете, что называется, бот-сеть, и за три дня они скликивают ему тысячу долларов, например. Вот, с этим давно борются. Ну, вообще, конечно, так нельзя делать. Почему, как бы, и без борьбы, но имеется в виду, что с этим они очень успешно борются. Вот, и если кто-то попробует скликать, вам, скорее всего, вернут бюджет. Вот, поэтому, в общем, накручивать не рекомендую. Опять-таки, то есть, все эти факторы, они показывают здоровый, то, что у вас здоровый, интересный, вовлекающий сайт. Окей, внешние факторы. Что такое внешние факторы? Это внешние ссылки. Ну, я об этом уже говорил. Ну, ладно, не буду, я давал вводную, что такое внешние факторы. В общем, ссылки с уважаемых популярных ресурсов. Давайте немножко поговорим. Сразу скажу, что платную покупку ссылок мы будем разбирать отдельно. Будет гостевое занятие, где будет рассказано о бюджетах на покупку ссылок, о специфике, ну, и тому подобное. Сейчас в целом разберем, как это работает. Значит, напомню, внешний фактор, внешние ссылки на вас. Какой-то сайт на вас сослался, желательно, с определенным анкором. Анкор, напомню, это слово, ну, которое выделено ссылкой. Окей, поисковик для себя усек. О, популярный сайт ссылается на этот сайт и говорит, что здесь доставка цветов тамбов. Я запомню, при случае посоветую. Окей, источники ссылок. Откуда учитываются ссылки? Ну, отовсюду, понятно, как бы учитываются. Но чаще всего это СМИ. Значит, со СМИ очень важны ссылки. Это, ну, потому что, ну, потому что к ним больше доверие от поисковиков. Это социальные сети с небольшим приоритетом, но все-таки, то есть, если на вас ссылаются в Твиттере, в Фейсбуке, во Вконтакте, ну, в Инстаграме сложнее просто ссылками. Они практически не учитываются в итоге. Но если оттуда ссылаются, то для поисковика это тоже важный показатель. Почта. Вот здесь опять такая территория домыслов. Существует мнение, что если, ну, в Яндекс.Почте или в Gmail кто-то там часто пересылает друг другу, например, ваши ссылки, это тоже влияет. Существует такое мнение, но оно имеет под собой определенную подоплеку, но тоже, тоже там есть свой алгоритм отслеживания. То есть, взять и просто там с фейковых адресов рассылать сотни ссылок не сработает. Но, например, поставить у себя в почте в подпись ссылку на сайт вполне уместно. Вот. Еще, кстати, допишу здесь два, значит, сайты корпоративных, то есть, ну, условно коммерческие сайты. Если другая компания, например, ссылается на вас, ну, это тоже значимо. Но зависит сильно от того, какая репутация в поисковике именно у этого сайта. Вот. Но, тем не менее, в принципе, модель, когда вы договариваетесь с кем-то обменяться ссылками, она работает. Она не работает в массовом ключе. То есть, вот, как было когда-то там, были специальные биржи, где обменивались ссылками, потом это умерло. Перекрестные ссылки, ну, считается, работает такси. Но есть специальные форматы, когда, например, там, четыре сайта участвуют. Я ссылаюсь на тебя, он ссылается на тебя, тот ссылается на меня. Да. Тоже, тоже поисковики умнеют и часто такие сети могут разоблачать, но в целом это допустимо. Но в идеале, то есть, если это односторонние ссылки, то есть, на вас сослались, вы не сослались, да. Ну, такое может быть, например, сайты партнеров, да. Я сюда даже не включил доски объявлений, каталоги, релиза могильники, ну, места, где пресс-релизы собираются, да, и потихоньку умирают. Вот, потому что это все вчерашний день, это вообще давно не работает. Это, ну, когда вам кто-то говорит, я прогоню ваш сайт по 7 тысячам каталогов, забудьте, это вообще ничего не дает, социальные поисковики, точнее, не воспринимают. Ну, и последнее, конечно же, биржи ссылок. Биржи ссылок, ну, в частности, например, SayPru, ряд других бирж, где за деньги вы можете купить ссылку. Здесь много нюансов. Вот это я специально выделил в отдельное занятие, где с гостевым спикером мы его проведем. Значит, я выделил в отдельное занятие, потому что здесь очень много нюансов. То есть, здесь мы, здесь мы можем, ну, то есть, далеко не все ссылки нужно покупать. Вообще, существует мнение, что покупка ссылок в принципе умерла, но это не так. Умерла, вот, ну, массовая, бестолковая покупка, которая была там в нулевых, начале десятых. Сейчас, сейчас у правильных сайтов покупка ссылок работает. Хорошо. Сама ссылка, то есть, принцип размещения ссылок. То есть, она может быть, ну, то есть, вот эти правила могут быть, могут, собственно, быть справедливы в разных случаях. В общем, если вы размещаете ссылку в СМИ, если, скажем, ваш партнер решил поставить на вас ссылку, если вы покупаете ссылку, какие есть требования, то есть, что, какие принципы нужно учитывать, какая ссылка даст наибольший эффект. Ну, давайте рассмотрим. Первое. Правильный анкор. Ну, имеется в виду, опять-таки, с каким текстом на вас ссылаются. Чем, на самом деле, чем точнее вхождение, тем лучше. То есть, детская мебель лучше, чем магазин по продаже детской универсальной мебели. Да. Ну, чем точнее вхождение, тем лучше, но допустимы разные форматы. Околосылочный текст. То есть, если, знаете, в свое время по продаже ссылок, она была такой очень бестолковой, какой-нибудь сайт, не знаю, посвященный здоровью, и внизу ссылки на цена металлургии, да, как мы на одном из прошлых занятий рассматривали. На самом деле, сейчас учитывается, что вокруг. То есть, не должно быть просто вот детская мебель, да. Это должен быть тогда текстовый блок, где написано, что, ну, что-нибудь, да, там, что существуют свои критерии выбора детской мебели. В частности, это вот та. И вот детская мебель выделена. Если это просто ссылка без какого-либо окружения, ну, для поисковика очевидно, что это покупная ссылка. Трастовый сайт. Вот, ну, я специально эту фразу оставил. Щегольнете перед SEO-шниками, если будете с ними общаться. Ну, подразумевается, в общем, что сайт, с которого размещается ссылка, это называется сайт-донор, да, да, вы сайт-акцептор, на вас ссылаются, сайт, который ссылается сайт-донор. Вот, он, ну, то есть, ему верят, ему верят поисковики. Раньше были такие понятия, как пейдж-ранг, трасс-ранг. Не хочу сейчас вас грузить, это точно вам, ну, это точно не нужно особо в деталях сейчас. Ну, в общем, трасс-ранг – это такой внутренний, как Google относится к сайту. То есть, что подразумевается? То есть, должно, это должен быть хороший, здоровый сайт. Вот, то есть, если это сайт с запутанной структурой, сайт, на котором куча каких-то коммерческих ссылок непонятных и так далее, его вес очень низкий. Вот, если это сайт с хорошим контентом, с хорошей посещаемостью, с хорошей, там, структурой и тому подобное, этот, этот показатель выше. То есть, передает, как бы, сайт-донор передает свой вес с этой ссылкой. Фактически, то есть, очень, опять-таки, сошлется на ваш коммерсант или какой-то каталог сайтов, это, ну, в сотни раз может быть разным эффект. И очень часто бывает так, что, скажем, ссылается, ссылается какой-то действительно большой журнал, я много раз был таким свидетелем, онлайн-СМИ, серьезная, уважаемая онлайн-СМИ, и через несколько дней позиции сайта взлетают, и трафик увеличивается. Ну, через несколько дней, потому что не в прямом эфире, как бы, все меняется, есть понятие апдейтов, то есть, периодически обновляется выдача. Вот, но это действительно важно. Далее, малое количество ссылок на странице донорей. То есть, фактически, вот есть этот условный вес этого сайта. И этот вес передается всем, кто, то есть, если на странице 10 ссылок, то этот вес распределяется между этими 10 сайтами. Вот, а если это только ссылка на вас, то он весь идет на вас. Поэтому важно, чтобы это не был, знаете, раздел «Наши партнеры», да, и куча ссылок. Практически бесполезно. Ну, как, ну, в очень малом, в очень небольшой эффект. Далее, страница до трех кликов от главной. То же самое, что в прошлый раз, но по отношению к, ну, понятно, да, по отношению к странице, с которой ссылка, то есть, когда на вас ссылаются, это должно быть не дальше, чем три клика от главной. Иначе эта страница не имеет большого веса, и вам она его тоже не передаст. Ссылка без редиректа. Что это значит? Прямая. То есть, вот у вас там сайт, не знаю, mossookna.ru, да, и это должна быть ссылка на сайт mossookna.ru, ну, или на какую-то из страниц. Но не так, что это ссылка на сайт, ну, на какую-нибудь сайт-прокладку, с которого стоит редирект на mossookna. То есть, такое часто делают. Обратите внимание, чтобы напрямую, чтобы вот когда вы подводите мышку к этой ссылке, был, высвечивался именно ваш сайт, а не какой-то левый, кликаете туда, оттуда редирект на mossookna. Вы сами не должны ставить ссылки на некачественные сайты. То есть, если вы ссылаетесь на некачественные, ну, имеется в виду, опять-таки, либо с очень плохой структурой, либо очень, ну, такие, знаете, заспамленные сайты и тому подобное, если вы ставите на них ссылки, то для поисковика это показатель, что вы недостойны доверия. И ваши позиции будут страдать, то есть, ссылки, которые на вас ставят, они будут давать меньше эффект. Ну, и не должно быть на ссылке noindex и nofollow. Ну, то есть, у страницы акцептора, кто ставит на вас ссылку, эта ссылка не должна быть окружена тегами noindex и nofollow. Значит, то есть, первое не индексируется поисковиками, второе индексируется, но не дает никакого веса. Ну, посмотреть можно в коде сайта. Здесь, значит, от компании Ingate очень хорошая, как раз, такая визуализация вот этих моментов, то есть, желтым только каким должен быть, каковы должна быть ссылка. Ссылка активная и неактивная. То есть, если это просто, знаете, написано в тексте, и она не кликабельна, не считается. То есть, просто так это не считается. Прямые и редиректные. Редиректные, как я сказал, не считается. Вот, noindex, nofollow, анкор картинкой. То есть, если вот это, знаете, есть такая тоже хитрость, когда, например, написано детская мебель не буквами, а изображением. Он не индексируется, да. Или вообще безанкорная. То есть, просто стоит ссылка, просто на странице стоит ссылка на ваш сайт, да, там, mosokna.ru. Если нет анкора, ну, не то, что не индексируется, но намного меньше от нее эффект. Вот. И символьный правильный анкор. Вот. Ну что, друзья, вот такие принципы внешнего и внешних поведенческих факторов. На этом на сегодня все. К сегодняшнему занятию домашнего задания не будет. Ну, по простой причине, что поведенческие и внешние факторы, они обычно не сразу. То есть, их реализуют не сразу. Ну, вот, внешние и поведенческие, на самом деле, обычно реализуются после того, как выполнены внутренне. Вот. Ну, собственно, вот такие ключевые принципы. Ну что же, большое спасибо за внимание. Увидимся с вами совсем скоро. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!